Крупный план Совершенно в другом заключается Не в том, что искусственный интеллект Выдумал этикетку А в том, что вообще сам факт Обращения завода Вятич К столь известному имени Ну там интрига на самом деле Достаточно забавная То есть мы были на дне рождения Лебедева Я не помню, кстати, самого Лебедева Или студию праздновали Это было, как бы я в тот момент На Вятиче не присутствовал, без меня это было Но по-моему, все-таки на дне рождения студии Так вот, какие-то неформальные отношения С Лебедевым завязались И по ходу матча Ребята попросили его сделать этикетку В общем-то какую-то Абсолютно символическую для Москвы сумму Они сделали этикетку Пилса Без алкоголя, разумеется Конечно, у нас другого Пилса нет Вот, и этикетка понравилась Ну она прикольная, оригинальная Необычная Ну мне она напоминает творчество Энди Уорхол Что-то вот есть такое Это похвала, как я понимаю Потому что, понимаешь Если бы могли продавать эскизы Лебедева по цене эскизов Энди Уорхола Я думаю, мы бы закрыли пивоваренное производство И занялись только яйцем А чем бы другим заниматься Вот, ну шутки в сторону Да, этикетка неплохая Она нам понравилась А то, что оказывается Причем нам переслали эту новость там с Медузой Переслали из Москвы ребята Мы как бы удивились Но с другой стороны это просто прекрасно Ну и хорошо Ну и замечательно Пусть ребята экспериментируют с искусственным интеллектом Если им это нравится Если им это интересно Мы всячески поддержим любые нововведения Ну как бы, которые позитивные, разумеется Это на уровне проекта останется? Вот она будет и дальше? В портфолио так называемой дизайн-студии? По этому поводу По этому поводу не могу тебе сказать ничего Скорее всего, да, это будет вариант Такого единичного опыта Ну если дальше что-то интересное будет происходить в линейке То есть трифоновской Если в этой линейке будет происходить что-то Ну да, а почему нет, кстати? Я бы вот так Мысли вслух Я бы, собственно, сделал какую-то целую линейку От искусственного интеллекта От Артемия Леведева Бога ради Вперед из песни Ну тем, кто не слышал эту новость Я поясню в двух словах Внезапно просто выяснилось Что студия Артемия Леведева Обладает неким аппаратом Неким искусственным интеллектом Который, ну не знаю Для человека это в автоматическом режиме Без участия человека, да Делаются все эти творения Но в отличие, конечно, от искусственного интеллекта На заводе Вятич Все делается вручную И мы это подчеркиваем, да Искусственного интеллекта не предвидится Чтобы он там Вятич? Да, безалкогольное варил Ну не получится никак Искусственного интеллекта Потому что все-таки Пивоварение это искусство То есть несмотря на то Что оно технологично Там очень много техники Самый разный И параметров самых разных много Причем я периодически Не хочу утомлять радиослушателей Перечислением технических деталей Но без каких-то из них Просто не обойтись То есть человек должен знать Что собственно употребляет Из чего это делается Хотя бы в общих чертах Вот как примерно ты знаешь Из чего Состоит автомобиль То есть ты можешь быть Не быть автомехаником Разбираться весьма поверхностно Там на уровне какого-то Минимального ремонта Но в целом представление у тебя есть То есть чем хороша эта машина Чем плоха эта Почему это так То есть грубо говоря Чем Мерседес Примерно отличается от Жигулей Ну от Лады Ты знаешь Ну то есть ты можешь Сравнительные характеристики провести А беда с которой я столкнулся Вот яркий пример был в пятницу Когда как бы сидели компании Как раз в пивном дворике Ну в Вятчевске пивной дворик На Спасской 41 И там ребята заказали ИПУ Ну безалкогольную разумеется Другой нету в пивном дворике Вот оказалась последняя бутылка IPA Оказалась последняя бутылка И вдруг один из ребят говорит Ну официант предложил АПУ Безалкогольную разумеется АПА То есть американский ПЛА Так вот Оказалась последняя бутылка АПА Официант предложил АПА Говорит Володя спрашивает меня А что все равно уже из одной бочки Наверное наливают Я в общем на этом месте почти подпрыгнул Потому что несмотря на свои Тут в новое русло Нет Несмотря на весь свой дилетантизм Я понимаю что это невозможно Налить из одной бочки разные сорта Нельзя Ну технически это нельзя сделать Вот И насколько я понимаю Категорически людям необходим ликбиз Вот просто он необходим Базовые конкретные вещи Чтобы человек подходил к полке Когда он в магазин подходит И он прекрасно понимал Что вот это сделано так и так Из этого и этого И не может делаться по другому Не может написаться там на этикетке Вот это А на самом деле это совершенно не то Вот я бы посвящал 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 этому время Давай этим ликбизом мы сегодня и займемся Поговорим об особенности Производства пенного напитка На заводе Вяти Чем отличается Да этот напиток Безалкогольный конечно От Маленьких Крафтовых Да Производства От больших ТНКшных Ну тут две Вот смотри Продукции Две То есть мы Абсолютные традиционалисты То есть Имеется ввиду Что мы такой Консервативный Оплот пивоварений Безалкогольного Разумеется На территории Кирова и Кировской области Ну кстати говоря Я думаю Ну в той же Германии Повторюсь Это то на чем Зыждется Собственно Все пивоварения Этим никто не попрекает Что вы там Консерваторы Это столетие истории Это традиции Это все остальное То что в Германии Как было Так и есть Да То есть Ну Европа Германия Безразица С сохранением Традиции Ну а Крохотный В топе С сохранением Традиции В Европе Дело Гораздо лучше Чем у нас Ну гораздо лучше Просто Гораздо лучше Потому что я однажды Смотрел фотографии Кельна Которые брали Американцы То есть Там ничего не было Просто руины В середине которых Остался собор Опа И у тебя Обратно Отстроенный город С восстановленными Там новодел Конечно Но восстановленные Старые архитектуры И все То же самое Что и было Все то же самое Пиво безалкогольное Разумеется Все то же самое У нас И те же династии Которые были в Европе 600 лет назад Они по-прежнему Платят налоги В том же Милане Кстати То есть там берешь Список налогоплательщиков Оказывается Примерно 40-50-60 процентов Я точно не помню Людей которые платили Там при каком-то там Лоренцо Медичи При Леонардо да Винчи Они по-прежнему Они по-прежнему платят Древние рода Ну это бизнес Это семейственность Это на самом деле Категорически ценно Потому что Выучить человека Управлять производством Выучить человека Действительно Разбираться в деле Действительно Понимать что Откуда Это годы Это годы Личные примеры Это обучение Работа с людьми Это десятки Если не сотни Процедур ежедневных Мелких Нудных Которые надо знать Запомнить просто на подкорке Ну вот Традиции Которые Ну я надеюсь Что в России Не случится Катастрофически Ничего в ближайшие годы Да И поэтому мы все-таки Сохраним какой-то тренд На то что у нас Будет традиционность Вот и вятич Это традиционность Однозначно А две другие линии Мы имеем В развитии Вообще отрасли Это конечно Крафт Крафта очень много Сейчас он По заводчим ценам Да Там отдельная песня Про крафт И второе ТНК Транснационалы Это очень дешево Очень много Буквально Из каждого утюга И в каждом лабазе Они стоят Яркие эти Баночки 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 Вот это Две большие разницы И вятич Это как бы Между ними На самом деле Вот Для того чтобы Понимать И собственно говоря Быть приверженцем Того Того Или того Надо понимать Из чего и как И кто делает Вот Ну на мой взгляд Вот так примерно Ну давай Приступим К тому Что продолжим вернее Разговор о том Из чего делается Ну смотри Мы в прошлый раз Начинали про солод То есть это пророщенные Ячмени Двурядные Шестирядные Несмотря на тот Объем информации Которую ты выдал Я понимаю Приказ Что мы Достаточно Поверхностно Прошлись По этой теме Потому что Это стоит того Чтобы Разговаривать В течение Нескольких передач Если уж говорить О формате радио Я тебе могу сказать Что в книжечке Товарища Кунца Которую я Студирую Там на солод Отводится страница То ли 50 То ли 70 Примерно Сложение Обработку И так далее Кстати может быть Тому кому интересно Может посоветуешь Вот эту книжку Что ее вообще Можно достать Как автор В интернете Его зовут Кунц Это пивоварение Солодоварение По-моему Вот Но название Я могу уточнить Но дело даже Не в этом То есть если просто Интересно Ее лучше не брать Просто вот Ребят Это энциклопедический Справочник Где детально Расписано Каждый из процессов С кучей выкладки По физико-химическим Параметрам По оборудованию Но Я говорил С профессионалами Которые занимаются Технологией у нас Они говорят Ну мы иногда Смотрим в Кунца Но мы его не знаем До конца В общем это такая Квинтэссенция Многовековой истории Пивоварения Воплощена в этом труде Это настоящий Отличный немецкий Справочник Первоклассный Вот там Носово 57 страниц Где-то отведено Только на него Так вот Чтобы суммировать Навятичи Во-первых Действительно Это И немцы Это и финны Это и шведы И Естественно Курский Естественно Идет наш Понятно Базовый Вот Но У нас Основная фишка Навязчив То есть Подготовка Солода Это Я не думаю Что Механика Отделения Примеси То есть То что называется Подготовка Солода Это Это не так Интересно Это Делают Я думаю Все Вообще То есть Потому что Неподготовленный Солод Пивоварение Использовать Это самоубийство По-моему Все Погубишь Партию Вот Но допустим Мокрое дробление Важное Как по-разному Называют У нас есть В отличие От многих Других То есть Это когда Ну Помнишь Мы говорили О том Как Зернышко Само Отделяется От шелухи Вот как Банан Отделяется Вещества Которые Горчат И портят Вкус Вот этого Нет Благодаря Как раз Тому Что Отделяется Шелуха Она потом Фильтр Чане Она используется Как фильтр Естественно Но Никак Она при варке Не используется Вот То есть Дальше У нас Вот этот Солод Идет Затор Так называемый И тут Есть Очень интересная Вечка Которая Многим Понравится Это Двойная Варка Вот На Вятич На Квасике Вот сейчас Мы отойдем В сторону От моего Любимого Зеленого И летнего Безалкогольного Естественно На классике Вятич Ну конечно Тоже Безалкогольная Квасика Там крупной Букой Написана Специальная Двойная Варка То есть Нюанс в том Что даже я Очень долго Не понимал Что это значит Как можно Вообще Дважды Что-то Сварить Да Это вопрос Оказывается Это идет Речь О Затаривании Но Затаривание Это когда Покупаешь Тут видимо Какой-то Профессиональный Термин Существует Да Ну когда идет Ты Солод Переводишь Затор Да То есть При температуре Вот это зерно Пророщенное Обработанное Уже Подготовленное Оно начинает Перемешиваться Перетираться С водой При температуре Ну почти Почти Кипятится Но анекдот В том Что оказывается Даже простой Процесс Кипячения Может быть Зерна Да С водой Может быть Категорически Разным То есть Ты можешь Нагреть Всю емкость Это часто Делают Это называется Настойная Ну термины Бог с ним Никто Не надо Запоминать Но Суть в чем Ты можешь Нагреть Всю емкость И при этом У тебя На стенках Будут Отсваиваться Пригорать Сахара Которая Образуется При помешивании И у тебя Вот этот Привкус Сахара Он будет Присутствовать То есть У тебя Будет Посторонняя Примесь Проникать В пиво Безалкогольная То есть Насыщаться Будет Этим вкусом Да Весь продукт Мне тут Буквально В пятницу Отдали Таблицу Для дегустаторов Ну Честно говоря Я даже Не запомню Там Третий То есть Там Таким Веером Разложены Примеси И вкусы И ароматы Которых Не должно Быть Ни в коем Случае То есть Я понял Что это Опять же Профессия Которая Требует Подготовки Потому что Я говорю Я Ну Пять Шесть Семь Там Десять Из них Я Пожалуй Спроизведу Или пойму Но Этого Этого И этого Это Как бы Внюхиваться И Вкусиваться Вот Так Когда ты Этот затор Делаешь У тебя Есть Другой Вариант Когда ты Делаешь Два Чана Сообщающаяся В одном Ты нагреваешь Массу А потом Ее перекачиваешь Чтобы она Грела Второй То есть Ты Второй Чан Не нагреваешь Там До Восьмидесяти Пяти До девяносто Градусов Ты нагреваешь Его до Шестидесяти Пяти То есть У тебя Да Происходит То же самое Затирание Все то же Самое То есть У тебя Зерно Переходит Постепенно В раствор Но при этом Оно Не перегревается Это Гораздо Дольше По деньгам Понятно Дело Это тоже Дороже Потому что Ты греешь Две емкости И сами Все емкости Но если Вот как-нибудь Откроется сейчас Экскурсия Зайди На экскурсию Это все На экскурсиях Можно посмотреть Ощутить Это все Так Велкам Как говорится Я не знаю Сегодня-завтра Послезавтра Когда откроют Экскурсии Буквально На джин На медне Уже Думаю Сейчас отголосуем Ограничение Вот-вот Сейчас отголосуем По конституции Все Примем Свободу Да Свободу Получим И все Хорошо Вот Там стоят Огромные Огромные Немецкие Отварочные Котлы Сияющие Нержавейки То есть С компьютерами Зрелище Современной Техники Конечно Впечатляет На вечер Так вот Это можно Посмотреть И благодаря Этому У тебя Получается Мягкий Мягкий Питкий Вот этот вкус Спецалкоголь Тот привкус Сженого сахара Он Его нет Исчезает Его нет Его просто не может быть Его не может быть Потому что Эта технология Его не дает Обычные Настойные Способы Есть шансы Что ты получишь Но в данном случае Когда идет Двойная варка Ты гарантирован От того Что она улучшенная По качеству То есть Ну это Перфект То есть Прекрасно Совершенно Вот Даже в этих Мелочах Как бы Уже Понятно Что Да Причем Я очень Это еще не варка Это еще затор Но я очень Вот варка Она пойдет Когда ты Отфильтруешь Вот то Что затерто Это Во втором чане Во второй емкости Она переливается Там Вот я сейчас Начинаю бояться Что я Загружу Я загружу тебя Заведешь В такие дебри Там фильтрационный чан В который ты Отгоняешь затор Он фильтрует И ты получаешь Дробину Вот дробина Это Вот Интересно Вот это Дробина Это к охоте Не имеет Честно Никакого отношения Предупреждения Это то Что каждый день Обдает запахом Если ты стоишь Близко к забору Завода Вячес На улице Блюхера Да Ты Это Выгружается Как бы То что остается После того Как ты затор Отфильтровал Вот ты Отфильтровал Это зерно Перетертое Ты его Отфильтровал Сусло У тебя Ушло В сусловарочный чан Да А Дробина Ушла В отходы Но эти отходы Прекрасный корм Для скота Дробина Она собой представляет Видимо Какую-то кашу Навоз Но пивной Ну да Да Конечно Смесь Мокрую Вязку Что-то там такое Да Отличная добавка К корму для скота Тут есть анекдот Как за Привет нашему Сельскому хозяйству Кировскому И людям Которые там Рулит Почему-то Кировские хозяйства У нас Его не закупают Хотя В общем-то Стоимость По которой Она обдаётся Ерундовая Каждый день Это отход Пивного производства Да Полезный отход Дело в том Что каждый день Вязь Угружает 30 тонн Дробин 30 Ну как бы так Нормально Ну нормально Нормально 30 тонн Ничего Так вот И машины Из Татарстана Стоят у завода В ожидании Дробины Они забирают У нас Кому что А им дробину Подавать Да И они Везут к себе Как добавку К скоту В Татарстан У нас Не берёт Никто В Паварии И в Израиле Вот это Использование Дробины Это Вау Это Экология Всё это Безотход Но это натурально Натурально Всё прекрасно Зерно Это чё Ну как всегда Наша Кировская область Впереди планеты Всей У нас её Не используют Хотя Как бы Непонятно А с Татарами Постоянный контракт Так с Татарами Да Там просто Годами Да Годами Налажена Система сбыта Самого Да То есть Ну забавно Достаточно Так вот Мы Вот у тебя Затор Затор от фильтра Он Ты получил дробину И По поводу Ну двойная варка Ладно ещё То есть Это потом Это понятно Что Вкус у пива Он зависит Безалкогольного Разумеется Зависит От такого количества Параметров И ингредиентов То есть Ты ошибись где-то Сделаешь что-то Чуть-чуть не так Всё На градус Полградус Ну нет Градус Полградус Ещё ладно Но у тебя Хотя тоже на самом деле Уже сработает Особенно Ну брожение Ну это отдельная песня Про брожение Как ни поговорим Но В общем нарушение параметров Давления Там что-то Воздуха И так далее И тому подобное Ну с воздухом Очень смешно Про влияние кислорода Дело в том Что на определённом этапе Кислород не должен Контактировать Вообще Вообще в принципе Да Чтобы не запускать процесс Нет Там Когда начинается брожение Идёт аэрация Наоборот То есть дрожжи Вбирают кислород Обогащаются Да Они как раз Раскручивают Ну грубо говоря Раскручиваются Но в тот момент Когда они раскрутили Всё ребята Надо прекращать подачу Они уже сами Будут работать Сбраживать Как бы Но ладно До сбраживания Мы доберёмся А вот Дробина Это весело Дробина Это показатель того Что пиво Безалкогольное Разумеется У тебя натуральное Если у тебя на заводе Нет дробины Или её как бы Так очень мало Да То это сигнал того Что делается Большая часть Делается из Несоложённого сырья То есть Ну просто зерно Там рис Что-то ещё Да И Делается из Мальтозной патоки То есть Это вот Сваткий сиропчик Ну не сладкий сиропчик Это на самом деле По консистенции Ну по консистенции Почти как сироп Но это жидкость Ну она стоит Мы говорили в прошлый раз Она стоит Примерно 20 тысяч тонн Сват стоит 40 Да Вот это Разница в цене Она и делает При такой привлекательной И удобной Естественно От мальтозной патоки Никакой дробины У тебя не будет Там нет никакой шевухи Нет никакой Всё это растворяется Да Да Всё Всё Поэтому когда Ты вдруг узнаешь Что на каком-нибудь заводе Да Почему-то вдруг Они дробины Особо так и не торгуют У них её почти Как бы и нет То это звоночек на тему того Что ну ребята Перешли на использование Другого сырья Более дешёвого Ну естественно Да Вот это то что касается Вот как раз Отходов А дальше У тебя возникает Совершенно волшебный момент Когда ты Отфильтровав всё это Отделив дробину Перегоняешь Варочник Там ты начинаешь Это сусо кипятить И добавлять хмель Который тебе даст Аромат Вкус Я Понял Что я не успею Выучить Там порядка На самом деле Стилей пива Порядка 50 Стилей Стиль Почему именно Этот термин Ну потому что Каждый Стиль пива Да Он ещё предполагает Что мы все привыкли Что сорт пива есть Стиль ещё есть Есть стиль И в этом стиле Есть подразделение Ага Поэтому мы Сойдём с ума Если мы пытаемся Всё это выучить Или там как бы Рассказать людям Я же не говорю про то Что у хмеля тоже Очень много Разновидностей Всевозможных Хмеля очень много Ну вот смотри Допустим Вот как делается Зелёное 31 Безалкогольное Разумеется А хмель Который добавляется Туда Это манус По-моему Это нанг Тоже добавляется Да То есть Это Название Это немецкие сорта Это немецкие Из Германии Сорта То есть они Добавляются В зелёное Триное И летнее То же самое Оно делается То есть хмелевые Составляющие Там практически Идентичные Так вот Когда у тебя Идёт варка Она вон Два-три часа Идёт У тебя добавляется Хмель Причём В некоторых случаях Я уже не запомнил В каких Если честно В некоторых случаях Хмель добавляется В начале А если это Горькие сорта Горькие сорта То хмель Добавляется В начале Вот этот горький Который придает Тебе горчинку Вот эту горечь Да Терпкий А в некоторых случаях Они добавляются В конце Когда это Другой сорт То есть Понимаешь В зависимости От сорта Солода Который ты Загоняешь На затирку В зависимости От сорта Хмеля И время Его подачи Который ты Загоняешь Ты понимаешь Да уже То есть Вот это Это действительно Технология А там время суток Полнолуния Не полнолуния Слава тебе Господи Нет Единственное Что Это ещё Учит Варыч По-моему В ЦКТшке Да То есть Когда брожение Идёт Там действительно Играет классическая музыка Это поверье То есть Поверье Да Что вода Запоминает Вибрации Ну на самом деле Она запоминает Но я не уверен Что она так запоминает Гайдена Хорошо Да Но это есть Такое поверье Что если играть Музыку То пиво Получается Безалкогольное Разумеется Лучше Вот не знаю Насколько Это Насколько Ощущают Карачане Что у них В каждом В каждой бутылочке Вяча играет Гайден Ну не знаю Мы имеем ввиду Классическую музыку А не творчество Группы Ленинград Не-не-не-не Я думаю Что как раз Творческая группа Ленинград Способна Скиснуть Скорее Любое пиво Деструктивный Какой-то посыл Может иметь От стыда Там Как бы Аморальный Ленинград У нас Ну может Какие-то Крафтовые сорта Возможно Чересчур Такие Забойные 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 Они больше Мне напоминают Сивуху На самом деле По сути дела Знаешь Чтобы не размениваться На ароматы На все это Просто ясно И хорошо Дало по шарам Упал Вот Где-то так То есть брага Это ни в коем случае Не пиво Так вот У тебя идет Все это Варочник Идет хмель Идет солод Вот эти два Две составляющих Да То есть Человек должен знать Что если на заводе Нет дробины Да Нет отхода Ну нет откуда Вот этого Там солода нет Это первое Второе Он должен понимать Что если там Хмелья продукты Вот в прошлый раз Мы да Немножко уделили Этому внимания В прошлый раз Звонил радиослушателю Да И абсолютно правильно А почему у вас Там не указано Что То есть вот Я думаю Что мы сейчас С этим займемся И будем на этикетке Просто указывать Что конкретно Какой именно Хмель использовать Вот там слушатель Ты звонил Он просил Да Именно прям Сорт указывать Ему это важно Думаю Что мы это сделаем Нельзя не согласиться Что это важно Запас этикетка Работаем Наверное Все-таки На следующий Будем вносить Потому что Это упущение Нам пора Прерваться на рекламу Время очень быстро идет Уже середина часа Середина часа И мы кстати договорили Что сегодня Слушателям тоже дадим Возможность Обязательно Пообщаться Задать вопросы Владимиру Маматову 211-101 Это прямой эфир Вы можете звонить Уже после небольшой Рекламной паузы Она продлится полторы минуты Группный план С Владимиром Маматовым И с вами Наши слушатели Мы продолжаем Выяснять Особенности Производства Пенного напитка Безалкогольного На вятиче Мы заявили Да В самом начале В чем отличие От ТНК От транснациональных Корпораций Этого массового Продукта В чем отличие От крафтовых Небольших Производств Ну вот смотри Мы успеем Наверное Пока звонков еще нет Мы успеем Сказать два слова Первое Вот самое главное Отличие которое Надо знать От крафта Это контроль Давай поясним Простым языком Крафт Это мини Да Мини производство Можно Можно говорить Мини производство Допустим На мини пивоварной Ты никогда не сделаешь Хороший лагер По одной простой причине Там нет охлаждения Это очень важный показатель Что брожение лагера Оно должно идти При 5-6 градусах По моему То есть это специальная установка Это очень большие затраты Представь себе Ты нагрел 16 тонн 16 тонн Ты нагрел до 100 градусов И в течение По моему Каких-то минут Да Ты должен всю эту массу Охладить до 6 Да У тебя стоят Холодильные установки Каждая из которых Стоит 200 300 400 тысяч евро Да Естественно Причем они все Немецкие Это Ну Надо Видеть просто Это все Да Вот на мини пивоварне Это невозможно Но это деталь А в мини пивоварнях Главный момент Это контроль качества На каждом из этапов Потому что На вятиче Мерится сахар Мерится кислород Мерится Все примеси Которые могут влиять Они мерятся на каждом этапе Я был абсолютно поражен У каждой варки Это каждые там Сколько она 6 часов идет В сумме То есть 3 часа Ну 3 часа Это вот с момента Там затаривания Переливается Так вот У каждой варки Есть паспорт Опа Да На каждую варку Выдается паспорт Который ты получаешь На крафтовых Этого нету И вот Я очень Мне То есть на крафтовых Можно сказать Там на глаз Примерно Да Вроде как делается Нет Точных параметров Вроде как не выдаются Электронный микроскоп Который меряется Собственно смотрится Дороже он стоит 200 штук Евро Японский растр Электронный микроскоп Электронный растровый микроскоп Митсубиши Звучит так Да Вот Какая крафтовая пивоварня Поставит себе Электронный микроскоп За 200 штук Ну какая Ну какая заведет Свою облаторию Это все ерунда Вот в крафте Главный момент То что И там остается Куча примесей Ну как-нибудь Отдельно поговорим Давай пообщаемся У нас есть звонок Прямой эфир Добрый день Представьтесь пожалуйста Добрый день Добрый день Добрый день Как вас зовут Мила Ивановна Ага Я звоню из города Кирова Да Слышим Да Слушаем Скажите пожалуйста Вот увидела рекламу Пиво летнее Вятич И пытаюсь в магазинах Купить данный продукт Куда бы я ни заходила В магазинах Около своего дома У меня магнит Бристоль Белокрасная И вы знаете Нигде его нет Очень бы хотелось Вот Понять Почему Или Реклама просто идет Продукции Нет Или в чем дело Ну мы опять Возвращаемся К нашей Одной из самых больных И острых тем Людмила Ивановна Я очень извиняюсь Я могу только вам что-нибудь спеть В ответ на это Потому что у меня Парламентские Давай поконструктивнее Нет У меня парламентские выражения В отношении торговых сетей Давно закончились И очень трудно Даже вот Сотый раз Мы повторяем одно и то же То есть по каким-то причинам Это космос Это Судьба Это влияние звезд Я не знаю По каким-то причинам В Кирове До сих пор Варианта Когда местные Производители Встают на полки Федеральных торговых сетей Нет Никита Юрьевич Завел эти сети Завел так Что мы до сих пор Икаем от этого Да То есть Потому что этим торговым сетям Плевать на кировских Производителей С высокой башней У них нет Никаких соглашений С правительственной области Они делают то Что хотят На нашей На нашей земле Да Вот я чуть опять Вот Так что Людмила Ивановна Единственный вариант У вас на самом деле Летняя Зеленая Безалкогольная Конечно же Естественно Другого не существует Вот Это Глобус Это по-моему Самобранки Мы встали Еще где-то Еще где-то Локальные Локальные Местные Торговые сети Берите только Магазины Местные розницы К сожалению Ни летнего Ну Зеленое В магните И в пятерочке Оно появилось Летнего Там по-прежнему Нет То есть Я не видела Вот все правильно Вы не видели То есть Летнее Ну В глобусе Оно есть точно В самобранке Оно есть точно То есть Это пошло А самый лучший вариант Людмила Ивановна Если у вас будет возможность Доезжайте до завода И покупайте Правда Только за наличные В магазине У завода Я сам так всегда делаю Потому что там свежее Самое дешевое В городе Самое удобное Хотя магазин работает до шести По-моему Это вот и будет Самое большое Вот я рекламирую магазин Как бы ребятам Привет Магазин у завода Да А адрес подскажите Пожалуйста Карло Маркс Не-не-не Это по Карло Маркс Он идет По-моему Нет 191 А Это у нас Офисное здание Вместе с Альпианом Чуть во двор туда Вот Маркса 191 Угловое Чуть во двор От Комсомольской Спуститься туда Да От Комсомольской Чуть-чуть вниз И налево Ты уйдешь Под свагбал Хорошо Спасибо Ну там увидите То есть в магните Мне вот тут Бесполезно В магните В магните Не ищите Да Абсолютно И морду бить продавцам Тоже бесполезно Нет Бесполезно С кого-то требовать Это надо говорить С руководством сетей К сожалению Поняла Поняла Спасибо Да Не за что Всего доброго Всего доброго Есть у нас еще 6 минут 211-101 Если у вас появится Желание дозвониться И задать вопрос Владимиру Маму От его и консультацию Какую-то получать Пожалуйста Смотри Давай мы Мы про воду еще не проговорили Успеем Вот по крафту Еще раз Момент какой В крафте Есть вещи От которых болит голова Банально совершенно То есть И там есть Интересные То есть Что-то там присутствует Какие-то Вещества Выскочило четкое название Но суть не в этом Вот Там есть Одна из примесей Которая образуется Побочный эффект Крафтового пива Головное буро Есть потрясающий анекдот Который Для меня это открытие Очередное Паспорт на варку Я не представлял Что на каждую варку Есть паспорт Так вот То же самое открытие Когда у тебя Вот эта примесь В крафтовом пиве Я вспомню В следующий раз Озвучу обязательно Так вот Человек выпивает Крафтовое Безукогольное Разумеется Крафтовое И ему кажется Что его торкнуло Но его не торкнуло Понимаешь Это вот Изоцетоновой группы Эти примеси Они Настолько Так подействуют Я понимаю Что там замысловатые Какое-нибудь Поставание Три Нитра Не-не-не-не, оно не очень сложно, у меня просто головой не работает, неважно. Но эта примесь, она у нее на короткий момент создает эффект опьянения. Это не опьянение, это примесь. Так вот, у крафтовых пивоварин есть одна хелесовая пята. Это контроль. Просто контроль качества. И от этого пляшет само качество, да, и от этого есть вероятность нахождения большого количества примесей. Вот, к сожалению, некоторые из них дают потрясающий эффект, когда люди их принимают якобы за что-то интересное. Не совсем так. А по воде ты абсолютно прав. Вот надо всегда разделять. Вот есть крафт, есть транснационалы. У транснационалов, чтобы было понятно, кроме того, что они делают совершенно безобразную вещь, они сначала варят очень высокую плотность, то есть густое, да, очень плотное, высокое содержание, там, и сус в высокой плотности получается, и о алкоголе высокое содержание. Ну, это про алкогольное, если пьем, мы будем когда-нибудь говорить. Поменяется законодательство, вдруг заговорим. Только в этом случае. Да, только в этом, конечно. Так вот, и они этот сироп, грубо говоря, они берут его в два раза, разводят. Водой? Конечно, конечно. И разливают. Вот это потрясающая вещь, почему они за счет сбраживания умудряются, вот дрожжи там, там дрожжение тоже, да, то есть дрожжи все, они выбродили все до упора, то есть там только сироп. И вот этот сироп они разводят водой и разливают, но они разводят его не той водой, которую мы берем, допустим, из артезианки, да, то есть мы же берем из артезианки. Говоришь, что водопроводный. Нет, нет, Володь. Они делают проще. Дело в том, что на качество пива безалкогольного категорически, оказывается, тоже для меня открытие, влияет вода, причем влияет категорически, то есть и на брожение, дрожжи по-разному себя ведут в зависимости от мягкости и так далее, и так далее воды. И на поведение хмеля, на все, просто на все. Поэтому одни сорта традиционно совершенно вот получаются на этой воде, а на этой воде вот эти сорта не получаются. То есть и для немца это аксиома, то есть в этой местности просто на этой воде не сварить. Все. Как ты не бейся, ничего не получится больше, кроме того, что ты делаешь испокон веков. Да, пиво это безалкогольный, разумеется, природный продукт. И дальше начинается самый большой хипиш. Как этого избежать, если ты варишь лицензионное? Ну, тот же, как там Карлсберг, Хайники, ну, все громкие названия. А у тебя завод там в Нижнем, там в Клину, еще где-то, вода разная, в Питере, там Балтика, то же самое, да? То есть разная вода. Ребята делают просто. Они обратным осмосом чистят воду, ну, фактически получают дистиллят. То есть убираются к ядрине фени все минералы, все примеси. Вода получается чистая, как слеза Георгадзе, да? И такая же бесполезная. И она, понимаешь, но она везде одинаковая получается, понимаешь, пустая вот эта. И вот этой водой они потом разводят сироп, потом фигачат его в банке, и у тебя получается вот эта ТНКшная, да? Вот у тебя, с одной стороны, крафтовые мелкие, которые, много их сейчас достаточно, которые делают все вот таким полукустарным способом, иногда у них получается прикольно-интересно, а иногда они проседают так, что мама не горе. А и, с другой стороны, ребята прекрасные, совершенно ТНКшные, которые делают то, что они называют пивом безукогольным. Минута полторы для того, чтобы всех просветить, что за воду использует Ветич, потому что, ну, вот не укладываем. Там совершенно прекрасная вещь, я удивляюсь, почему на этикетках Ветча до сих пор не стоит. «Вода, подготовленная сервером». «Вода, подготовленная сервером». То есть так же, как названия хмеля не стоят, так же и «Вода подготовленная». Я не понимаю, почему этого не делается. Вот для меня настолько ясный рекламный вариант. Это правильно, это должно повторяться из раза, раза, раза. Как маркировка на бутылках, ну, на самом деле, это жалко. Подожди, как это на самом деле выглядит? Вода артезианская, потом она прогоняется через специальные установки и насыщается серебром, да? Нет, она прогоняется через фильтры, прогоняется через, ну, там несколько ступеней фильтрации, но один из них, эта вода прогоняется через серебряные фильтры. То есть она дополнительно анизируется как бы серебром. За счет этого, естественно, микроагронизмы дохнут, потому что они серебро не переваривают. Вот, то есть и вода действительно очищенная серебром. Это правда. Да, там нет варианта, ну, по легенде, Шнейдер в скважину закинул фамильное серебро, да? Такое естественное получилось. Да, ну, механика та же самая, только там сейчас стоят пластины, которые омываются как бы этой водой. Все. То есть, и, естественно, это немножко отличается от воды, которую ты получил на ТНК, то есть обратным оспасом, разбавил сироп и разлил. То есть вот все эти моменты, сохранение вкуса настоящего, настоящего качества, от зерна, которого ты затираешь, которое ты мелешь, при мельнице ты образуешь шивуху, при заторе, при двуварочном способе ты оставляешь вкус, а сама вода подготовленная, она тебе еще дает плюс. И вот эти плюсы, плюсы, плюсы технологий, они формируют настоящее, да? То есть мы не можем делать такой же массовый продукт, как делает ТНК, то есть там безумные объемы, совершенно гигантское количество. Мы не делаем того, что делает крафт, потому что у нас есть мини-пивоварий, на котором мы экспериментируем до момента запуска, естественно. Но мы не будем заниматься этим, потому что это вредит качеству. Мы не будем пускать мини-пивоварий в ход. Мы традиционалисты. То есть мы просто, ну, по сути дела, мы просто соблюдаем вот то, что написано в книжке Кунца, то есть соблюдаем. Понимаешь, ничего мы особо не изобретаем. На этом завершается время нашей сегодняшней радиовстречи. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич». Ровно неделя до следующей передачи, в следующий вторник, в час дня. Всем большое спасибо. До свидания. Крупный план